Всем привет! Меня зовут Евгения и вы на канале Вкусный ТВ. Сегодня будем готовить вот такой ревани. Это супер вкусная турецкая сладость. В общем, не полный стакан. Видите, на два пальца где-то меньше стакан муки. Разрыхлитель. Он 10 грамм. Лимон рендеси. Биртаны. Биртаны, лимон рендеси. Натёрли цедру лимона одного. Пашка? Он насуры капат, но... Бардак шекер. Один стакан сахара. Башка бешенек, да? Шербет için... Для шербета. Шербет için 5 бардак шекер. 5 стаканов сахара надо будет. Больше шербетов мы кайнать. 5 бардак шекер. 5 бардак сахара. 5 стаканов сахара, 5 стаканов воды. И будем его готовить. Сразу начнём со шербета, потому что он должен, по-моему, он должен остыть. 5 стаканов воды. Шербет, 4 of us. Шербет кайнать, киломца. После того, как шербет закипит, полы лимона. Şimdi шербет к оcaге койли. Шербет к океану. Взбиваем сюда же 8 яиц комнатной температуры. Так, видите, сироп зашипел. И пол лимона выжимаем. И еще скажу. А, чтобы запах остался в сиропе, мы бросаем лимон тоже. На некоторое время. Две минутки где-то покипит и выключаем. Еще хочу сказать, что мы добавили сюда еще один стакан сахара, еще один стакан воды, чтобы показалось маме, что может не хватить. Пару минут покипит и выключаем. И лимон потом достаем. И вот спустя где-то 10 минут, смотрите, какие яйца пышные стали. Сейчас кладем потихонечку муку, высыпаем и потихоньку размешиваем. И сейчас же добавляем манку, манную крупу. И лимончик. Если нету лимона, то можно добавить ванилин для аромата. Все хорошенько перемешиваем. Этот рецепт очень простой и реально очень вкусный. В общем, да, разрыхлитель желательно добавлять в то время, когда муку засыпаете. Мы забыли немножко, ничего страшного. Главное вовремя. Главное, что не вылили уже. Да, разрыхлитель 10 грамм смешиваем с мукой и постепенно вводим в наше тесто. Все хорошенько перемешиваем. И, как я говорила, что это очень простой рецепт и очень вкусный. Ну, конечно, сладкий, калорийный. Турецкая сладость, она такая. Но иногда можно. Тепси нету, но если вы это делаете, то вы это делаете, то вы можете сделать небольшой противень, как вы видите. У нас большой противень, как вы видите. Вы можете поделить тесто на два, то есть сделать на четыре яйца, например, и взять поменьше посуду. У нас большая, поэтому мы, собственно, и много теста. Тепси мы добавляем. Тепси есть? Ягла, конечно. Чуть-чуть смазали противень, смазывая маслом сливочным, либо, может быть, и оливковое, любое растительное. Чуть-чуть так буквально кисточкой пройтись по дну, по краям и выливаем наше тесто. И можно либо с помощью лопатки, либо вот таким образом, как делает мама, сделать так, чтобы тесто было равномерно распределено по всему, по всей форме. В общем, все зависит от вашей духовки. У кого-то за час, у кого-то за 45 минут, и то же самое с градусами. Смотрите, у кого-то 180, у кого-то нужно 160 градусов. То есть, я думаю, если вы знаете уже свою духовку, то будете регулировать, как обычно вы выпекаете тесто. Вот, все, оставляем и будем наблюдать. Так, спустя где-то 50 минут, смотрите, какая красота получилась. Она такая золотистая, очень вкусно пахнет. Так что, берем, достаем. И наш щербет, он такой теплый, не холодный. И выливаем сразу же, видите, достались в духовке, и сразу же заливаем нашим щербетом. Старайтесь так, чтобы он попал везде, чтобы равномерно. Если не помещается, можно, например, немножко вылить, подождать. Оно все впитается и долить дальше. И так, сейчас щербетом залили. И духовка еще, капат-капат, духовка еще не остыла. Мы сразу залили щербетом и сразу отправляем назад в духовку на несколько минут. В общем, до того момента, пока духовка остынет. Пускай мы сейчас достали из духовки, буквально спустя где-то 10 минут, нашу сладость. Разрезали, как видите, вот так ножом по кусочкам. Такие квадратики красивые получились. И можно украсить это все кокосовой стружкой. Так что, вот такой рецептик у нас получился. С помощью лопатки достаете эту сладость и кладете на тарелку, сервируете. Так что, надеюсь, кстати, да, вот такой на два пальца где-то получилась высота. Надеюсь, что вам понравился этот рецепт и вы обязательно дома его приготовите. Если же это так, то ставьте ваши пальцы вверх, подписывайтесь на канал и будьте счастливы. Пока-пока. И сейчас, смотрите. Здесь у нас полный дом, полная кухня. Желающих это попробовать. Это объездение. Так. Это объездение. Как вкусно? Отлично. Отлично, вот так, ребята. Так что, обязательно готовьте. Скажи, готовьте все. Готовьте все. Да, потому что это отличный рецепт. Супер вкусно. Надеюсь, пока не ночью. Пока ночью, я деда, камеру. Ха-ха-ха.